Девушки отдыхают Девушки отдыхают И приехавшими на работу в эту местность представителями Чеченской Республики И по национальности, я так понимаю, они тоже чеченцы Конфликт возник первоначально на бытовом уровне Приехавшие рабочие оскорбили и обидели местную жительницу Которая обратилась в свою очередь за помощью к своей родне Родня приехала ее защищать и там вспыхнул конфликт драка В общем-то, сам вот этот горячий период этого конфликта Можно разделить на три стадии Это первый раз, когда это случилось в момент вот этого конфликта Причем гости республики были нетрезвые Значит, допускали очень унизительные действия в отношении этой барышни Даже безотносительно каким-то национальным особенностям, скажем, и традициям Это выглядело очень оскорбительно и недопустимо Потом группа местных жителей попыталась посетить этих работников На месте их проживания в лесу у них там такой импровизированный лагерь Какие-то бытовки-времянки Там была еще одна драка Вот тут уже в ход пошли ножи-топоры Двое раненых, один тяжело раненый И он сейчас в реанимации И как мне вот утром сообщили Состояние его очень тяжелое И динамика плохая То есть везти его в Уфу нельзя И врачи не уверены, выживет он или нет А второй, к счастью, получил менее тяжкие раны После этого уже конфликт развивался, я так понимаю, хаотично И уже так его невозможно было остановить Еще большие силы местных жителей прибыли в этот импровизированный поселок В лесу Кто-то называется 40-50 человек Но задержанных было, насколько я знаю, то ли 8, то ли 12 в итоге этого инцидента И вот прибывшие уже крупные силы местных жителей, они сожгли этот поселок в лесу маленький В фейсбуке там даже было размещено видео Мы размещали видео, сожгли автомобили Там сгоревший автобус видно Сгоревшие эти бытовки и прочее После чего уже вот с очень большим опозданием в историю вмешалась полиция Ночью с субботы на воскресенье Полиция приехала в деревню Темясово из Баймака И арестовала, задержала, по крайней мере Восемь или двенадцать человек до сих пор точно непонятно Но восемь точно задержанных было и увезли их в Баймакское РУВД Ну вот в социальных сетях также была информация, что вроде бы как подъезды к Темясово были блокированы ОМОНом из Манитогорска Это правда или нет? Местные жители такую информацию дают Я не получил стопроцентного подтверждения Единственное, что я точно могу подтвердить, что видео из леса это действительно аутентичное видео Были вбросы со стороны администрации региона о том, что это не достоверное видео Что это не там снято Нет, это видео точно снято действительно на месте события И там действительно работают оперативные службы МВД Они не допускают туда население Возможно, речь идет именно об этих блокпостах, которые стоят на подъездах к этому карьеру И событие там далее развивалось так Вот, насколько мне известно, около трехсот человек блокировали, по-моему, раздел полиции На следующем этапе, когда задержали обвиняемых в этих событиях В том числе, кстати, и задержано несколько чеченцев, которые участвовали в этом поединке в этих потасовках Вот тогда от пятисот до трехсот человек, местных жителей, жителей деревни Тимясово и Баймака И приехавшие из Уфы Вот, одну секундочку, Андрей, я сейчас буквально дополню Вот как только в соцсетях, случившись, стали называть межэтническим конфликтом Туда в стройственном порядке, выехал один из представителей общественной организации Башкорта Руслан Габасов Вот, не знаю, успел ли он на данную минуту вернуться из дальней поездки Но вот Руслан обещал рассказать по телефону последние новости из Тимяса Вот, давайте попробуем с ним соединиться И послушайте, а потом продолжим наше объяснение С места нужно получать информацию, в первую очередь Так, Руслан, вы на связи, нет? Алло Алло Алло, да Руслан, добрый день Саитов, после условия Эхо Москвы У нас к вам вопрос Приветствую Руслан, у нас к вам вопрос Вот мы с Андреем Патрицыным в студии Вы ведь были ночью этой Отследовали все события Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как и что это происходило Буквально так вот В хронологическом порядке Ну, началось с того, что у нас с 30-го был ЕН Мы собирались с ребятами в буфе здесь И нашему председателю Фаилу Алтынову поступил звонок С Тимяса, ребята звонили местные Рассказали вот ситуацию То, что произошел конфликт Что двоих ребят Башкир порезали В больнице лежат И просили приехать Помочь Потому что всех задержали Ребят Башкир держат То есть, как бы Мы собрались, выехали На 12 машинах поехали Одновременно начали, как бы, созванивать С другими ребятами в районах То есть, со многих районов тоже выехали Приехали в Тимясово Где-то это было, наверное, восьмой час Приехали в Тимясово Местные жители нас ждали С местными жителями собрались Поговорили Они рассказали все, как было Руслан, мы в подробности их знаем Вы все-таки вот Расскажите нам, пожалуйста У нас время эфирное, к сожалению, не такое, так сказать, позволяет Чем закончился этот конфликт? Вот с момента блокирования отдела полиции Там сколько было человек? 300, 400, говорят, местных жителей И, вот вы говорите, обидели ребят башкир Но вот, насколько я знаю, там Парень, который пострадал и заступил свою сестру Его звали вроде как Артем Это вроде не башкирское имя То есть, можно ли говорить о межэтническом конфликте вот этого случая? Ну, смотрите, во-первых, Артем у нас башкирский Я не знаю, ну, вроде как башкирован Потому что Артем могут дать и башкирован Сейчас и Вадим называют Понятно, понятно Ну, ладно, не принципиально важно Вот, да, то есть мы вот туда приехали На 30 машинах, получается У нас было собралось В итоге и местные подошли Собралось около 300, сейчас 300, наверное, человек Это примерно было Кроводы подошли Начали требовать, выставили свои требования Что к 11 часам вечера То есть, пусть должны всех освободить Потому что держали Они не имеют права держать больше 3 часов А на тот момент они уже находились как в сутки практически там И как, чем закончилось? Буквально вот коротень, Руслан, пожалуйста Всех выпустили Всех выпустили В итоге дождались до последнего Пока не выпустили последнего Где-то с полу первого последнего выпустили И все, они уехали домой Ну и ваше видение дальнейших развитий событий Ну, надо тут общественность, чтобы подключалась С НИИ, это как бы не надо оставлять И надо вставлять требования Требования общественности Такие, что чеченцы должны уехать оттуда Глава администрации должен подать в отставку Глава администрации Баймака Это сидит? Да, и глава полиции Понятно Спасибо, Руслан, спасибо большое Спасибо Вам спасибо Всего доброго Андрей, ваши комментарии? Ну, действительно, было все примерно так Как Руслан рассказывает Единственное, что я бы отметил Такую настоящую панику, в общем-то В среде полиции Потому что то, с какой настойчивостью Как тщательно они блокировали вот это РОВД Выставили людей живым щитом у входа Это вот есть кадры об этом Очень беспокоились, значит, там И огромное количество было Представителей Федеральной службы безопасности В штатском там, значит, бегали Суетились В общем-то, конечно, паника была То есть, вот они не ожидали Такого количества людей у крыльца РОВД То, что люди будут так долго стоять и требовать И у них достаточно были сформулированные требования Я думаю, что только потому Что там собрался этот народ Вот этих ребят отпустили сразу Ну, хотя бы вот через сутки Потому что перспектива у них была весьма печальная И очень важно было послушать то, что говорят в этой толпе Там было несколько трансляций оттуда Из которых было видно разговоры И понятно было разговоры слышно Вообще, по сути, работники вот эти чеченцы Которые там работали Они работали на, ну, со слов местных жителей На нелегальном карьере Понятно Вот я напомню нашим радиослушателям Что в эфире авторская программа После условий Я за Матсаитов Со мной в студии В данную минуту политехнолог Андрей Путалицын И говорим мы с ним о ситуации в Баймахском районе Напомню, что в минувшие выходные Там произошла криминальная разборка Между местными парнями И переезжими рабочими Вот, Андрей, кстати, о музыке Как я и обещал в начале Вот вопрос Можно ли расценивать происшествия Лишь как бытовой конфликт И не видите ли вы В этом давно назревшую Социально-экономическую проблему Всего Башкетского Зауралия? Безусловно Вот сам факт Вот этого события Который, в общем-то, содержит насилие И с той, и с другой стороны И, на мой взгляд, ну, действия Обоих сторон До юра, конечно, незаконны Понятно, что тут элементы хулиганства И тяжкие телесные повреждения И прочее То есть, ну, тут уже вопрос К правоохранителям К суду и так далее По сути, надо понимать Что все подобные события Которые происходят не первый раз В этом регионе Республики На этом нужно тоже заострить внимание Они Произрастают из той среды Из той подоплеки Которая сложилась в этом регионе Это и Баймакский район Это и Сибай Это и, значит, прилежащие районы Зилаирский, Хайблинский Зианчуринский Это именно те районы Которые входят в ту самую Пресловутую комплексную программу Развития Зауралия Понимаете? Вот именно так господин Тажетдинов Развил Зауралия Что теперь там возникла почва Давайте проясним для радиослушателей Что господин Тажетдинов Это вице-премьер башнирского правительства Которые отвечают уже не первый год За башкирское Зауралия И за программу развития Да И самое смешное, что Уже начинают поговорить о том Что ее нужно повторить, эту программу Достаточно большие Если не сказать огромные деньги Ушли в песок Было обещано создание 15 тысяч рабочих мест Зауралия Вот эта вот заоблачная цифра Для сравнения я приведу пример Крупнейшее производство Белорецкий металлургический комбинат Это 2,5 тысячи рабочих мест Каким образом господин Тажетдинов Собирался создать 15 тысяч рабочих мест В этом регионе Совершенно непонятно Пустая болтовня Воровство денег Значит И попытка дублировать эту программу снова Это абсолютно недопустимая ситуация Для себя и для прилежащих районов Нет, давайте акцент расставим Повторить программу Или пополнить бюджет этой программы Я думаю, что пополнить бюджет семьи Тажетдиновых На самом деле Главная задача Но повторять ошибки нельзя То есть Нужен сейчас Серьезнейший анализ того Почему эта программа провалена Понять их причины Этого провала Безусловно Наказать виновных И принимать меры Зауралия требует К себе внимания Зауралия требует Кадровых изменений Зауралия требует Особых подходов Которые должны быть выстроены На некой специфике Этих регионов Там иной этнический состав Там иной климат Там иные абсолютно экономические и социальные условия Вот сейчас Зауралия на самом деле Назревает катастрофа Она причем Социально-экономическая катастрофа Эти два аспекта Они никогда не идут Порознь Если бы Там процветал бизнес Промышленность И были высокие доходы То наверное Социальной напряженности Бы такой не было Я вот почему попросил вас Уйти от темы Вроде бы скажем Криминальной Обыкновенной криминальной разборки На социально-экономическую тематику Дело в том что Вот я Сегодня Просматривая в интернете Материалы Посвященные вот этому Баймаксовому случаю Обратил внимание На одну лишь Деталь Там написано Что вот Приезжие рабочие Добывали плетняк Но дело в том что Насколько я знаю Я бывший горняк Насколько я знаю В тех местах Выход на поверхность Знаменитого Яшимового пояса Всего уральской группы гор То есть Плетняк Это может быть Не просто Камни нарезанные Это может быть Поделочные камни Конечно Или поделочные камни Да По своей цене Намного Намного дороже Той же нефти Вот Не является ли Вот Этот случай Одним из нарывов Который позволяет Нам увидеть Что сегодня Недра зауралья Башкирского зауралья Хищнически Разрабатываются Всякими Коммерсантами Ну Давайте Не будем Вешать ярлыки Всякими Коммерсантами И так далее Я бы Я бы смотрел На эту ситуацию Несколько иначе Местная администрация В Содружестве С местной полицией Создает условия Которые позволяют Разрабатывать Очень непонятные карьеры С непонятными документами Или в полном их отсутствии Это не первый случай Когда это случается Значит Конечно же Выгоднее И для них Удобнее Привлекать Каких-то посторонних людей Вот в том числе Вот этих чеченских гастролеров Потому что Они поработали Разработали Уехали И исчезли Крайних нет Никого Значит Собственник этого карьера Документы которого Совершенно непонятно Какие там есть они или нет Они говорят лицензия была просрочена Да Просроченные документы Отсутствие разрешения И прочее Собственника на месте нет Никто его не вызвал Полиция этим не занималась Значит Вот это все вместе Есть подоплека Для подобных событий Там могут все что угодно делать Они хоть нефть там будут добывать Хоть яшму Если местная администрация Во главе с этим главой Баймахского района И в сцепке с местной полицией Будут позволять это делать Я много раз говорил о том Что в районах В сельских районах И не сельских районах Ничего невозможно сделать Без ведома местного главы Все видят люди Люди все знают И если что-то происходит Будь то Белебеевский нефтешлам Или будь то вот этот нелегальный карьер Я никогда не поверю Что глава района Не знала существования подобных вещей Ну я помню того главу района Еще в середине 90-х Когда вот я делал репортаж Из Баймаха Он тогда был молодой рыжий паренек Ну вот за все эти десятилетия Видимо он вырос Такого знатока района Который не то что каждый камешек Каждого жителя района Должен был наверное знать по именам Наивно полагать Что вот у них под носом Могут происходить настолько масштабные вещи Как разработка полезных ископаемых Да это же извините не елку срубили ночью Это же серьезное дело Там техника работает Люди работают И прочее И что за плетняк там добывали еще Вот да Вопрос большой Это все должно быть очень тщательно расследовано К сожалению Если это поручат расследовать местной полиции Мы знаем прекрасно Что местная полиция И вообще все контролирующие органы районного масштаба Всегда напрямую фактически зависят от местной администрации Ну еще ведь до сих пор скажем На повестке дня стоит вопрос судьбы Например тех же Сибайских отвалов Насколько я знаю там еще с начала 90-х Кругами ходили иностранные компании С предложением чтобы им отдали в разработку До сих пор сегодня неизвестно Что будет с этими отвалами И что там находится Насколько я знаю Там очень много хороших вещей Да там редкоземельные металлы Там платиновая группа Да там есть эти вещи Это типичная ситуация собаки на сене Мы технологически не готовы к разработке подобных вещей А отдать кому-то постороннему Ну японцы не будут давать откатов То есть Вот нас ожидает Либо возрождение второй программы Развития Башкирского Зауралия Не дай бог Повторите их Ну видимо для начала Наверное надо все таки нам сделать выводы Надо анализировать что произошло Причем анализировать непредвзято Безжалостно И называть имена героев Которые эту программу провалили на самом деле Ну наверное с привлечением силовых структур Я думаю что да Без этого не обойтись Потому что сейчас наше правительство Оно пронизано вот этими людьми Которые в общем-то балансируют на грани криминала Или уже перешагнули эту грань Так что там есть чем нашим правоохранителям заниматься Ну часть уже уходит Как мы знаем из событий Главное чтобы не убежали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...